120 км в час. И тебя еще по левому ряду обгонять. Печенька домашняя? Давай. Да что за дороги тут в Польше опять? БМВ, а это косяк. Все? 0,4 литра залезло? Слушай, экономичная тачка у вас. Мыша, уведи себя хорошо. Всем привет. У нас около 3 часов ночи. Где-то пол третьего. И мы моем машину. Но мы моем машину не для того, чтобы поехать домой спать. Мы едем отдыхать в южную теплую страну. Ехать нам в одну сторону 2500 км. Это видео будет у нас экспериментальное. Возможно оно зайдет, возможно не зайдет. Мы решили попробовать снимать не только технические моменты и наши там гонки, еще что-то. А попробовать снять наше путешествие на наших БМВ. Едем мы на двух машинах. Вторую машину увидите чуть позже. Сейчас мы намываем тачку. Встречаемся на заправке со второй машиной. Берем кофе и начинаем ехать. Если вам просто интересно следить за нами, как мы проводим свой отпуск в компании наших БМВ, то усаживайтесь поудобнее на ваши диваны и погнали. Итак, мы встретились. Ребята заправились. Мы тоже заправились. У нас у обоих машин полные баки. В этой машине машина 2004 или 2005 года. Трехлитровый дизель на чипе. То есть примерно 250 сил. Шестиступенчатый автомат. Здесь у нас двухлитровый N47. 130 киловатт или 177 лошадей. Тоже шестиступенчатый автомат. Заодно посмотрим, какая разница получится по расходу топлива на этих машинах. Поедем абсолютно друг за другом. Один маршрут одной скорости. Довольно интересный будет эксперимент. Еще мы настраиваем сразу регистратор. Поедем. В двух машинах у нас будет стоять регистратор. От греха подальше. По Европе дело такое. Все, погнали? Выставили мы первый пункт назначения. Это Чехия, город Бурно. Там мы будем ночевать. Нам нужно сегодня туда доехать обязательно. И ехать нам, как вы видите, 1240 километров. Если меня не будет клонить в солнце, значит, я доеду всю дорогу сам. В прошлом году мы ездили именно этот маршрут. И в прошлом году я проехал весь маршрут сам. Посмотрим, что у нас получится в этот раз. Но 1200 километров за один раз, в мое понимание, это большая цифра. Вот так вот выглядит граница Латвии и Литвы. И это очень классный плюс, что мы находимся в Евросоюзе. Там передвигаешься, как будто из города в город просто переехал. Мы находимся в Каунусе уже. Мы проехали 250 километров с места, где мы встретились с ребятами. Светает отлично, сейчас будет легче ехать. Мы практически проехали Литву, скоро будет Польша. Дальше у нас сложный промежуток до Варшавы. Его нужно преодолеть. А после Варшавы начнутся хорошие дороги, автобаны. Там вообще будет все круизик, 120 и просто идеально будет ехать. Уже какие-то виды начнут появляться за окном красивые. Сейчас только лес, лес, поле, лес. Ничего интересного. Кстати, по поводу расхода, остаток у нас на 970 километров. Расход показывает 4,4 по компьютеру. И проехали мы с бака уже 364 километра. Я примерно знаю, сколько скушает эта машина. Мне интересно, какая будет разница с трехлитровым дизелем. Вот это будет интересный такой экспериментик. Пока едем дальше, все отлично. Спать пока не рубит. Ехать нам еще до отеля 900 километров. Вот фигня. Всего ничего. Подумаешь, 900 километров. Мы проехали 400 километров. Остановились взять кофейку. Оператор наводит порядок машине. Она у меня перфекционист. Любит чистоту. Кофеек взяли. Макс сидит, думает, как ему прикрепить регистратор. Потому что присоску он забыл дома. Присоска это у нас двух... Нет, это просто изолента тряпочная. Я такой изолентой провода мотаю. Это извращение с регистратора. Смотри. Технология. Кстати, будет работать вообще шикарно. Только провод собака будет мешать чуть-чуть. Печенька домашняя? Давай. Домашнюю печеньку. Знаю, как Ксюха пироги готовит. Попозже не будет. Бери сейчас. Ну, как-то так. Мы немножко проснулись, размялись и поедем дальше. 200 километров до Варшавы. И дальше автобаны. И автобаны. И все должно быть полегче. Вообще у нас крутая погода. И 10 или 11 градусов, но тепло. Ветерочек, но тепло. И самое главное, что ясно и светит солнышко. Это самое главное. Нет этого поганного дождя. Заехали мы в Варшаву. Сейчас проезжаем ее насквозь. Это у нас осталось самый сложный отрезок нашего пути. Проехать этот огромный город насквозь. Постараться нигде не встать. И мы уезжаем, как я говорил, напрямую на автобаны. И там нас ждет просто 120 круиз. И вообще никаких проблем. Динамическая езда будет не до сна совершенно. Поэтому проезжаем в Варшаву и валим дальше. Валить 120 официально по столице. Я не знаю. Я давно так нигде не ездил. Та очень круто. Обгоняет ребята, которые едут наверняка там 140 минимум. Проехали мы 785 километров. Автобани заехали на заправку Орлеан. Пойти по делам и пойти попить кафе. Туристы фотографируют свои же машины. Давно не видели, говорит, снаружи. Три часа сидели, да? Ну и как вам едете, кстати? У меня до Варшавы рубило так. Просто я уже орехов пачку вточил. Потом, вот когда мы въехали в Варшаву саму, тогда уже началось такое вот это вот. Вот эти арочки там. Еще музычка заиграла правильная. В трех словах о том, что мы сделали перед поездкой. Да что за дороги тут в Польше опять? Да е-мое, посмотри. Есть капа. Я заказал новую таблетку, генератор оригинальный. Мы ее сразу сюда поставили. У машины оригинальный пробег 234 сейчас тысячи пробега. Просто обычно у БМН где-то 250 тысяч коет. Генератор и все, в принципе, остальные навесные агрегаты. Так вот, мы когда сняли щетки, на взгляд оставалось где-то около 30%. То есть дальше где-то 260, 70, 80 тысяч они проехали бы. Но мы не стали рисковать. Заказали сразу новые щетки и поставили их. Поменяли один подшипник, проточили коллектор. Сделали ровненьким, красивым. Износ там еще маленький был, поэтому не стали менять. Дальше я заменил шкив коленвала, потому что уже появилась маленькая трещинка. Я это заметил после момента, когда ставил генератор. Сразу поставили новый демпфер. Заменили в коробке масло. Это я еще хотел сделать год назад, но как-то руки не доходили. Масло, все фильтры, вот этот фильтр, все резиночки, как вы видели в видео про 91 кузов 330XD, где я менял масло в коробке. И еще мы поменяли, как вы видели, тормоза в круг, которые тоже просились еще при покупке машины. В принципе, а еще поменяли перед поездкой масло в двигателе с фильтром и воздушный фильтр. Вот такое вот обслуживание, подготовительные работы перед таким большим пробегом я сделал. Оператор называет ее, как вы уже знаете, мыша. И вот мы к ней так и обращаемся. Мыша, веди себя хорошо. Ну что, первая заправка? Для чистоты эксперимента заправимся с одного пистолета, так будет правильней. Отщелкнет он плюс-минус в одно время. Все? 0,4 литра залезло? Слушай, экономичная тачка у вас. Это как Тесла. 51,95. На 891 километр. 5,8. Короче, шестьдесятка скушала 5,8 литров на 100 километров. Все, тридцатая скушала 5,8 литров на 100 километров. Тридцатая скушала 5,17 литров на 100 километров. Почти 5,2. Разница практически нет. Евро разница на 100 километров. Мы сидим в этой пробке уже добрых минут 40, если не больше. Потеряли время просто бешеное количество. А, он приехал под фуру. Вот бампер еще валяется. Ну да, под фуру. Вот мы и заехали в Чехию. Сейчас нам нужно купить винетку и поедем дальше. На месяц стоит она 17 евро. Еще интересный момент заметил. Моешь стекло, и омывающая жидкость вот по этой арочке уходит по всему кузову. Вот вся машина синяя. Аж до заднего фонаря. БМВ. А это косяк, потому что вот эту канавку нужно было сделать побольше вот здесь. И тогда вода бы собиралась сюда. И уходила бы по крыше. И вот сюда. Но нет. Все в мусоре, все в бычках. Смотрите сюда, это просто чава какое-то. Даже у нас в Латвии, в Риге, страна, которая далека еще от настоящей Европы, у нас такого нет. Я в шоке. В прошлом году я этого как-то не заметил. Ура! Тысяча километров позади. Осталось до отеля 173 километра. И мы идем отдыхать. Я не столько устал ехать, сколько мы устали стоять в этой пробке почти час после этой аварии. Мы купили первую винетку 17 евро на месяц. По-другому у нас не получается. 10 дней мы не успеваем вернуться обратно. 10-дневная стоит, по-моему, 10 евро. Поэтому мчим в отель. Мы еще покажем сейчас им какие-то моменты. Здесь должны появляться красивые горы. Возможно, будут туннели уже сегодня, не помню. Так что смотрите. И наслаждайтесь красивым видом за окном. Ну, раз это был не туннель. В машине 10 лет. Система мультимедиа, в том числе и навигации, ей уже тоже около 10 лет. Мало того, что есть карты с Google Maps, так называемые, так они еще и 3D. В том плане, да, домики в городе я давно видел, но чтобы горы были нарисованы вот прям в 3D. Вот если присмотритесь, вот тут вот видно холл, он реально на 3D нарисован. Вот это круто. То есть BMW, молодцы, они настолько заморочены с мультимедией, что они там 10 лет назад уже, да, это обновленные карты и все остальное. Но система там может, значит, заложили в нее потенциал уже 10 лет обратно. Разрабатывалась она еще раньше, чем 10 лет обратно. Вот самая крутая мультимедиа в BMW. Вот серьезно. Не потому что фанат, а действительно так и есть. Вот это круто. А еще, смотрите, еще момент. В Чехии поддерживается трафикинг. У нас горит красный треугольничек. В ССКУ появляется информация о том, что происходит на дороге. Там пробки, ремонты. Вот это круто, что навигация оригинальная тебя предупредит, что ты можешь попасть в пробку и еще что-то. Предложит тебе объезд. Продолжение следует... Ура! Мы приехали в номер. Мы еще номер искали полчаса. У нас сначала Вейс, навигатор, повез в другое место. Мы поколесили по центру города. Зато город посмотрели. Но в итоге мы поняли, что мы едем не туда. Мы были в этом номере уже. Поэтому мы примерно с оператором помнили, куда ехать. И мы наших, всю Санинов, попросили поехать. Типа, давайте мы поведем. В итоге мы привели сюда. Все отлично. Мы нашли номер. Мы приехали. Супер. Мы сейчас пойдем спать. Я хотел вам показать, сколько мы проехали и за какое время. Вот мы проехали 1229 километров. Средняя скорость 80 км в час. Ехали мы 16 часов, учитывая ту пробку. Часа полтора, наверное, мы потеряли. И по компу средний расход получился 4,6. По факту, я думаю, что расход где-то 5,2. Вот как у нас и получилось. То есть... Такие вот цифры, такой результат. Мы пошли спать. Завтра нам уехать столько же. Торбуют очень крутые виды. Я очень надеюсь, что первая серия вам зайдет. И мы выпустим вторую. Напишите в комментариях, пожалуйста, интересны ли вам такие серии о наших путешествиях. Все. Всем спасибо. Пока. Спокойной ночи. Мы пошли отдыхать. Они хотят потратить все наши бабки здесь. Сейчас все жители России позавидовали просто. Ребята, не завели машину. Все в аккумуляторах. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзак